Мы поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого, за Сибирь великую. Друзья, 10 ноября, и мы отправляемся в гости, виртуально правда, к самому Макарову Алексею Ивановичу. Вот он, это о нем, что сделан вот этот вот прекрасный, даже я бы сказал, уникальный, информация об уникальном садоводье. И каждый несколько лет, и возвращаясь к этой теме, он что-нибудь у меня выписал, потом смотришь, вырастил, потом смотришь, а такого нет во всем Подмосковье. И даже шире, чем Подмосковье, и еще шире, и еще шире. Ты думаешь, ну все, ребята, приинкарнация Мичурина, это, наверное, Макаров и есть. А может и нет, потому что Макаров, мне кажется, тот Мичурин, который изображен в фильмах, вот. Макаров как-то добрее, более народный садовод. Вот, придет когда-то, придут десятилетия, может быть, сто лет, и уже будут писать через запятую. Грель, вот, Шредер, Мичурин, Макаров и так далее. Вот, почему я вернулся к этой теме, каждые несколько лет, ну, каждые два-три года. Ну, появилась вот эта вот статья, о нем так, люди вспомнили, что я о нем тоже писал. Но у нас есть такая особенность, это забывание. Через несколько лет забудут, я уверен, сто процентов. Латинкова, Мотна, Робродского, лучших садоводов, которых я считаю гениями, без всякого преувеличения, без кавычек. Вот, слава Богу, Макаров живой-здоровый, повезло, что он помоложе. Вот, чтобы не было забвений, а время от времени возвращаюсь к его работам. А здесь есть повод, почему. Я, хотя много о нем рассказывал, но есть еще повод поговорить. Это, знаете, вот здесь, в этой статье, и вот это слово Макарова, перевоспитание, он имел отношение, это слово к винограду, перевоспитание. Вот, а это слово чего? Правильно, Мичурино? Давайте тогда еще вначале полюбуемся, пусть это пять лет назад было, но от этого актуальность не снизилась. Что под руку есть, то и показываю. Вот он наш, Алексей Иванович. Вот. Ну, чё, как он? Красотища, да? Вот это вот то, что было привожено к этой статье. А меня заинтересовало его рассуждение, вот эти вот. Почему? Чем Европа отличается от Азии? Вот. Ну, если говорить в целом, так, то, вот отсюда на чем. Персик, кооприкация. Ну, давайте так. Когда там тыкали меня, жили зубоносом, ага, у вас, если климат, это никак на Украине, ваши, это из уст доктора наук, из уст заслуженного агронома России, из Татарстана, фамилии не называю, ему уже за 80. Зачем старика обижать? Вот. У вас такой климат, что если ваши саженцы, это больше, чем за 80, не может угомониться. Ваши саженцы в Европейской России просто померзнут. А почему так писал? Ага, когда-то я дал повод так писать. Невозможно же, вот все, все, что я вырастил, не может быть себе. А он и проверять не стал. Понимаете? Вот. Был еще такой, я почему издали, а начал. Наверное, потому что вам не обидно говорить. Значит, в северо-западе есть доктор наук. Когда-то он был доктором наук в институте Оренгарском, потом суд закрыли. Он перешел на собственное хлеба. Вот. Ему, когда наиболее яркую мою книгу, не книгу, не книгу, а статью отправили ему на рецензию, крупнейшая газета России, на тот момент называлась «Ваши шестьсоток». Вот. заместитель главного редактора присылает мне его ответ в рукописном виде. Ну, знаете, старики, те самые, ученые, они даже, многие, я такие фамилии могу назвать, три фамилии. Даже компьютеры не владели и не владели. Но ему в рукописном виде пришел ответ. Какие в железах чертов эти абрикосы могут быть? Ну, слова черта там не было. Но, было такое, тон. Какие железы могут абрикосы? Если у меня, у меня 18 сортов форм было, и все выпали до плодоношения. То есть, он не выросил ни одного абрикоса. И вот, на этом основании мне отказали печататься в крупнейшей газете. Ну, десяток статей напечатали, а потом спохватили. Вот. Вот такой был у меня рецендиант. Теперь в Европе чуть ли не на первом месте. Таких несколько есть еще. Там еще Мезинов есть еще и еще пару фамилий, но сходу я не могу вспомнить. Сейчас попробую вспомнить. Сейчас попробую. Ну, я сто раз эти фамилии назвал. Вот. Но Макаро для меня лидер. Почему? И Лец и читал на уровне, правда, областного города. И всех примечает. Продает тут же у себя в саду. Чуть ли не единственное просто железного, который продает у себя в саду. Который угощает людей фруктами. Это же невероятно. Сотни плодопитонников никогда вас не покажут свой сад. Почему? А их нету в саду. Они перекупщики. Этими выживают. И тогда значит получается, что именно Алексей Иванович вот в центре событий Европейской России. А у меня, несмотря на кривиту того товарища с Атарстана, заслуженного гражданом России, холоднее, чем у него же, чем в Москве на 8 градусов. Средне зимнее это не шутки. Вот. А совсем другие условия озера Москвы. Вот. Малой Росславец это район можно сказать Подмосковье, фактически Подмосковье. И тогда получается, что есть сад Макарова и есть тысячи, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч совершенно пустых садов. Пустых. Разница огромная, и это связано с тем, что мы с Макаром бережем деревья, а их учат уничтожать со звериной злобой. Вот. Нет, не так. Вы можете представить, уничтожать любя. Вот это и происходит. Давайте скажем Макарова почитаем. Ради этого, когда я вот до сюда дошел, так, я сказал себе, ради вот этих нескольких абзацев я сделал отдельный фильм. Еще пусть вспомнил, что есть Макаров, есть Макаров, есть на кого равняться. А не то, что она сказала, у нас растения будут. Она сказала, и так по всей России. Итак, вопрос Макарова. Скажите, а першик может пострадать от возрастных заморозков, как абрикос. Ответ Макаров. Кстати, об абрикосах. Это ведь самая морозостойкая культура из косточковых. я все зиму, когда чищу тропинки, отгребаю снег от престольного круга до земли. Представляете, не подгребает, как вот учат, а отгребает. Для чего? Мне надо заморозить почву. Вот, видите, вся врань. я в Сибири не замораживаю, не отгребаю, мне отгребать то нечего, а в снеже. Вот, а здесь все не так. Вот, получается, уже две агротехники. Абрикос один, а агротехники две. Вот так вот. Вот почему нужен нам Макаров. В каждом регионе нужен свой Макаров. Так, у абрикоса очень короткий период покоя. Весна быстро просыпается, если земля под снегом не промерзает. Потом возвращаются заморозки, проснувшиеся почки могут погибнуть. Даже почву проморажив, чтобы он пробудился позже. Даже, это вонпись, даже иногда, пока земля не оттаяла, сено подкидываю, чтобы создать эффект холодильника. Таким образом, зацветает он на неделю, а то и на две позже, когда опасность миновала. Но это касается, а, кстати, я железо перестал делать то же самое, когда убирал снег, а там вывозки мышей нашел. мышей будет больше, чем замерзание. Так, продолжаю. Но это касается абрикосов корнесобственных из косточки, пишет Макаров. Абрикосов если чек живет в городе, абрикос у него на даче, такой метод не подойдет. Дачнику нужен абрикос привитый на сливу. В этом случае не надо гребать снег, абрикос живет по сливовым законам, засветает позже. Ёлки-палки, но реже умные люди оказываются. Чем обрабатываете першики? В нашем регионе у них специфических вредителей и болезней в общем-то нет. Вот немного пятнистости на отдельных листьях, но деревце справляется. Главное, чтобы у растений был хороший иммунитет, который зависит и от заложенных в сорт и качестве от условий выращивания. Вопрос, формировать его нужно? Не обязательно. Санитарная блеска, сухие обломанные ветки. Все. Представляете? Он когда назвал себя вообще услышание, что он ученик Фельдзова, вот, это для меня великая честь, почему-то мне кажется, что он знает не меньше меня и знал, ну, не считая каких-то деталей, может, от меня узнал, что не обязательно. Главное, это то, что мы с ними незамышленники. Он мне во многом заменил Юра Латинкова. Такой же искренний, такой же честный, обаятельный. есть же это самое, оказывается, но все равно нас мало. Так, повторяю, формиратель нужный, не обязательно, санитарная обрезка, сухие, обломарки, советочки. Дальше он пишет, крупноплодный персик, вот за которым мы стоим с соответствующей челюстью, выращен как раз из косточки, выражая быстрее, килограмм необычный, а выражая обсыпной. Килограмм 20 на дилетантский взгляд. В прошлые годы плоды доходили до 282 грамма, представляете, 4 персика больше килограмма. Нынче чуть мельче изобили выражая. Какое выражение? Знаете, мои персики еще мельче, когда человеку сказал, это я все время в клинии все разговор, когда кто-то мордой воротит, а у вас мелкие. Я вспоминаю эзопа с его лисой, которая не достала до винограда, прыгала, прыгала, и пришлось сказать, что ладно, он все равно зеленый. Можно было разгрузить погибающие ветки с подпорками, но для нашего мельчеринца важна каждая кочка для новых сеянцев, которые он будет воспитывать, как и этот. Плодами нагружен под завязку и персик хасанский, и зимостойкий вкус мелких плодов очень яркий, одновременно кислый, сладкий, много сока. он про мой. Так, абрикосы, конечно, уже сняты. Они в этом сезоне тоже показали обливную урожайность. Обливная. Представляете, слава какие, ну, почему вы хотите, если это настоящий журналист, он мне такие скажет. Кстати, мы уже говорили, что на деревьях яблони и груши до 15 сортов, на деревьях до 15 сортов. так вот, из черепси и с абрикосами похожа история. Например, на терносилии, запоминайте, привитые абрикосы, луганские, черные, серо, фим, амур, а луча, принцесса. На сливе утро с крупными желтыми плодами, привитые абрикосы, лимончик, царский, амур. Видите, тут мои попадаются. На этом показываешь, в искусстве на темы остались и для следующей публикации. Алексей Макаров совершенно открыт для звонка и встречи. Такой же, как же был. Поделиться своим опытом выращивания плодов он готов с любым желающим. Контактный телефон. Так как, сами понимаете, в данный момент он мне неуполновачивал давать его адрес, но контактный телефон все решит. Вы звоните 8 953 336 66 04 Вот он на экране. И говорит, Алексей Иванович, я хочу ваши саженцы. Вот. Самым недоверчивым могут сказать, не правда все это. Таких этих самых шикарных винограда не может быть. Арбузов больше 10 килограмм не может быть. Купили на рынке и себе отнесли в эту самую. И сказали, что у вас есть этот самый. Свои арбузы. Так вот, Алексей Иванович открыт настолько, что он готов любому показать все, что он есть. И арбузы за 10 килограмм, которые надо будет в это не просто увидеть на столе, оторвать его еще. Для того, чтобы видели, что это действительно арбуз его. А какие арбузы, как красивые, вкусные. На все руки мастер, никуда не денешься. Вот. Ну и еще раз, европейская Россия, наверное, самый открытый человек. Нигде, никогда. Я больше таких людей я встречал разных. Но так, чтобы угощал, угощал, угощал. Вот. Я все время гордился один такой. Вот, пожалуйста. И у вас получится такой же сад, как у него, потому что он еще умудряется дальше делать. Вот смотрите. Несколько человек заказал, сделали мне железовый заказ. Вот. Он каждому вот такой вручил. Вот такой вот щедрый товарищ. И человек не просто у него покупает саджи. Вот готовое наставление. Мне у железа она стоит 100 рублей. А люди к нему приезжают, он по-моему бесплатно вручает. А может берет 100 рублей. Но дело в том, что главная задача, чтобы этот сад, который человек вырастет, чтобы он правда вырос, а не погиб, как это принято у нас. Я честно скажу, если любые тысячи садоводов, которые покупают на рынке саженцы, вот, на плодношение, знаете, сколько дойдет из тысячи? Давайте 500 или 100, дай бог 2-3. Это жуть какая-то. Сделали из нас эту самую пустыню Каракумни из Московской области, особенно из Северо-Запада, где тот товарищ заявил, что это самое ученые, у него погибли все абрикосы, значит, уже лизовых быть не может. вот, и это закрыл мне путь в большой мир, где газеты крупнейшую читают и профессора, и это, вот, и простые садоводы. Спасибо интернету, мы можем сейчас с Макаром общаться, со мной же будем общаться. Скорее, у меня просто наболело на душе, вот, на тебя, Алексей Иванович, я использовал для того, чтобы люди знали, в люди руки не опускались, весь Макаров, значит, у нас все будет, и у всех будет, помните, какие слова, не резать, еще просто так делать нечего, резать деревья, благодарю за внимание, еще раз его телефон, все-таки статья ему посвящена, значит, вот это вот, пожалуйста, будьте добры, запоминайте, записывайте, 953, 336, 6604, вот, если выбрать его, этот самый регион, да, Малорославский район, ну, я не знаю, вот, и рядом, может быть, статью этого, что, вот есть научные сады, но там близко этого нет, то, что у него, вот, все интересно, и никто не собирается, это повторять, идти дальше, используя его уже технику, уже не мою, потому что, что я еще ничего не понимаю в винограде, все, благодарю за внимание, вот, еще, спасибо, Алексею Ивановичу, у меня хоть есть повод поговорить лишний раз, вот, у меня такого друга, два, Продолжение следует...